Здравствуйте, с вами Ольга. Сегодня достаточно неплохая погода, по крайней мере дождя нету. Я решила таки сделать этот ролик о том, как я кормлю свои розы навозом. Меня некоторые подписчики спрашивали о том, как я их подкармливаю, потому что у некоторых тоже есть козы, и они не знают, как использовать навоз. У меня на самом деле опыт очень маленький, и я опять же никого учить не хочу. То есть я вообще создавала канал, чтобы просто делиться тем, что у меня происходит в моем саду, и есть какие-то неудачи, есть какие-то удачи. Пользуюсь я навозом уже, получается, где-то 4 года. То есть мы переехали из Питера 5 лет назад в деревню, сразу же осенью переехали, весной я завела коз. То есть, по сути, получается, 4 года, как у меня козы, сразу же я посадила какие-то розы. То есть получается, что 4 года я уже использую навоз под розами. То есть только всего лишь 4 года опыт моего вот этого использования навоза под розами. Поэтому сейчас я буду просто рассказывать о своем опыте, то есть то, что у меня происходит. Про новенькие розы, которые я только-только в этом году посадила, я даже о них не буду рассказывать, потому что я их немножко по-другому посадила, и потому что прошло еще очень мало времени. То есть по ним ничего еще не заметно. Могу рассказать о тех и показать те розы, которые уже 4 года сидят у меня на навозе. И вот просто видно результат того, что происходит. И еще, да, то есть когда мы сюда переехали, я сразу же для себя решила, что не буду пользоваться никакими химическими препаратами. То есть моя мама на самом деле тоже садовод, она и в Рожереи в Питере работала. И она никогда не пользовалась в своем саду никакой химией. Все у нее прекрасно росло, цвело. И глядя на нее, я тоже понимаю, что в общем-то это реально, это не сложно. Единственная культура розы, достаточно такое, да, сложное растение. Но у нее опять же и росли эти самые розы без каких-то химических препаратов. Она ничем не удобряла от вредителей, от болезней. И все у нее прекрасно росло. Притом там ужасная земля, там было болото, там вода, там ничего не выживало. Вот. Поэтому, ну, видя опыт своей мамы, я как бы тоже решила попробовать с ней использовать химию и химические препараты на своем участке. При том, что, получается, я завела коз, и я поняла, что у меня есть такое золото, как навоз. Потому что когда мы ездили на дачу, у меня еще тогда не было никаких коз. Я просто это покупала. Я навоз покупала. И когда появились у меня мои козы, я поняла, что я могу не покупать, а использовать это все добро вообще по полной программе. Конечно, мне голову снесло, можно так сказать. И когда я поняла, что я влюблена в эти прекрасные растения, как розы, я решила попробовать. Я знаю, что многие говорят о том, что вначале, может быть, можно без химических препаратов выращивать розы. Но потом все равно, я знаю, что и Галина Баскакова тоже самое говорила, а потом все равно придется пользоваться химическими препаратами. Я хочу просто попробовать. Я, ну, видимо, такой человек. Я очень часто что-то слышу, но пока я сама не попробую, я вот не успокоюсь. И поэтому я решила попробовать сама и показывать, и действительно рассказывать уже вот как бы в видео, да, чтобы точно было видно, что ага, ничего не получилось. Или наоборот, а ничего вроде получается. Вот, поэтому и канал создала. И еще один момент, конечно, я считаю, его надо учесть и надо об этом рассказать, что я розы покупаю не все подряд. Нет, я розы долго выбираю. Прежде чем купить какую-то розу, я очень много о ней читаю. Во-первых, я всегда смотрю, чтобы у нее было, значит, все звезды по болезням. То есть, к примеру, там, три звезды было из трех звезд по мученистой там и чернопенистой с болезнью, да. Я выбираю розы с АДР. У меня очень много роз с сертификатом АДР. То есть, это тот сертификат, который выдаются розам, которые прошли все испытания в Германии. Вот, потом я, если даже вижу две звезды, у меня есть несколько роз, которые, да, там, не три звезды из трех, а две звезды из трех. Там тоже фразингер, мгенроте, ну, еще какие-то розы. Они у меня не болеют. И, опять же, о таких розах, если мне там кто-то советует или мне очень нравится цветок, я долго изучаю отзывы людей, которые рассказывают о том, болеет она или не болеет. Смотрю регионы, потому что, понятное дело, южный регион это одно, северный регион это совершенно другое. И, то есть, я учитываю эти моменты. У меня северо-западный регион, у меня сложно, да, нормально вырастить растения, потому что у нас бывают заморозки и летом, и бывает, это все очень сильно бьет. У меня в этом году заморозки были 31 мая, побило очень сильно растения. И, конечно, иммунитет, здоровье растений на этом фоне падает сильно. И еще такой момент, когда я тоже переехала на этот участок, мне тогда надо было быстро очень посадить розы, которые вот как раз мама моя выращивала, потому что она больше туда не ездила, и мне их надо было с того участка забрать. И я их забрала, я посадила просто в землю, то есть, я никакую яму не делала, я ничего для них не готовила, и, по сути, я их бросила в дерн, в дерн. То есть, я никакие абордюрные ленты не делала, я ничего не делала, я просто посадила их в дерн, и все. И постепенно я вокруг них уже там, да, мульчировала какой-нибудь корой, то, что мы чистили там хлев, там еще что-то, пилки всякие разные, весь мусор, который такой органический был, я все клала вокруг этих роз. Вот, то есть, они у меня, получается, в земле там ничего нет. И когда я завела коз, то я тогда стала просто бухать навоз сверху. Но я навоз тогда употребляла именно для роста, то есть, я клала для роста. Я думала, что именно сам навоз дает что-то для растений. Но на самом деле я потом, ну, решила поуглубляться в эту тему. Я нашла несколько книг и по органическому земледелию, и нашла советскую книгу по червям. Мне стало интересно вообще, что такое червь, что он делает. И я стала изучать этот вопрос. Я тогда прочитала замечательную книгу. Нашла ее только в электронном на тот момент виде. А вот, и читала. И вот, и потом, и сейчас уже, спустя несколько лет, я также обкладываю навозом свои розы. Но у меня уже отношение немножко другое к навозу и к земле. То есть, получается, что я уже навоз кладу не самой розе, а кладу уже микроорганизмам и червям, которые находятся в самой земле. Вот, то есть, я, по сути, кормлю червей. Ну, все знают, что у нас в лесу самая прекрасная земля, да, там самая богатая, самая вкусная для растений. Поэтому многие едут в лес, набирают оттуда земли и привозят на участок, да. А получается, что там, как бы, там листва, там трава, все это гниет, деревья падают. То есть, там перерабатывается все микроорганизмами, червями, поэтому там хорошая, да, земля. А у нас в садах в основном, ну что, мы траву не кладем, листья мы не кладем, мы все очень убираем тщательно, чтобы у нас ничего не оставалось. Вот, но я-то, конечно, сейчас кладу и листья, и траву кладу, и навоз кладу. Но на самом деле, если нет навоза, можно класть, опять же, те же самые листья, траву. Есть замечательный канал в Огороде ПРО, там тоже вот я тогда смотрела, она очень много рассказывает, у них навоза нету, но она полностью тоже на органике выращивает, там, огород. Вот, и, но у меня есть навоз, у меня есть прекрасный навоз, который я кладу. Ну, я знаю, опять же, что многие люди, я в том числе покупала когда-то этот навоз. Я знаю, что у нас, к примеру, тут недалеко продается мешками этот навоз, стоит достаточно недорого, и я знаю, кому нужно. Люди ездят и покупают этот навоз кузи и используют его, потому что я не продаю свой навоз, я жадина, я только для себя оставляю его. Он мне очень нравится. Вот, а сейчас я вам, ну, наглядно, наверное, покажу на розах, что происходит. Сейчас сентябрь, как раз 1 сентября, я сейчас вам покажу, что происходит с теми розами, которые у меня уже растут на 4-й год на участке, и в каком они состоянии, и без химии, без химических подкормок минеральных, без химических обработок. То есть розы, которые 4 года растут на моем участке чисто на навозе. Ну вот, начну с одной из своих старых роз, это леди овшалот. Этой розе уже 4 года. Я ее купила, сразу же посадила, посадила по-дурному, ничего о них тогда не зная о розах, просто посадила в землю, ничего больше не делала, когда, соответственно, у меня появились козы. И я просто по периметру обкладываю пластами навоза свежего. Я его беру из стойла козьего, когда мы чистим хлев. То есть я уже чищу хлев тогда, когда мне надо, чтобы я положила этот навоз. Где-то в апреле месяце мы вычищаем хлев, и я просто разношу вот эти пласты навоза по всем клумбам, под все розы, под все деревья, под все, что мне нужно, чтобы росло. Я кладу этот навоз. То есть я его мульчирую, я его не перекапываю с землей. Я ничего такого не делаю. То есть я просто кладу сверху пласты навоза, при том, достаточно толстые слои. Вот это розы уже, да, вот я сказала, повторюсь, 4 года, 1 сентября. Розы иногда бывало побаливало. Сейчас она вообще, ну, я считаю, шикарная. Притом, что тогда я еще не так сильно понимала, как же розы выбирать. То есть я, конечно, старалась выбрать получше, чтобы были отзывы, но тогда еще не очень, да, понимая, что да как. Вот. То есть вот роза, смотрите, вот она четвертый год, она чистенькая. Да, то есть я, вот я говорю, что я не употребляю, ничем ее не кормлю. Я считаю, что как бы достаточно хороший большой куст. Она не маленькая, она не жирует, она не худенькая, там, я не знаю. А еще один момент, вот сейчас сентябрь уже, да, новых базальных побегов нет. То есть, как бы, да, видно, что розы, как бы, да, не жируют, она там не это. При том, что я говорю, навоз я кладу только по весне. Весной, в апреле я положила навоз, больше я ничего не делаю. Единственное, что бывает, что я еще в начале лета могу подкормить жижей навозной. Вот, то есть подкармливала я жижей навозной, ну, в общем-то, и все. То есть буквально там июнь месяц, больше я ничего не делала. Вообще ничего не делаю, больше ничего не кладу, но я обрабатываю сывороткой, да, я об этом уже упоминала. Но это я хочу отдельно поговорить попозже чуть-чуть. Вот, розочка прекрасная, с розочкой все хорошо, это англичанка Леди Ошалот. Сейчас я залезу, приготовила, вот, смотрите, вот сюда я обкладываю все от навоза. Вот тут видно даже вот сеньцо, то есть видно вот это, я клала навоз сюда. И просто сейчас хочу вам показать, что происходит с землей в сентябре месяце, когда я в апреле клала навоз. То есть вот, я поднимаю, вот, вот это пласт, да, то есть это еще не переработанный полностью навоз. И у меня вот там черви, у меня там много-много червей. То есть навоз уже, вот, видите, у меня много-много здесь червей. Земля чернющая стала, при том, что у меня песок. Мы недавно копали яму под сливу. Я, наверное, вставлю видео там или фотографии, не помню, что у меня там было. И покажу, какая у меня земля вообще. То есть и здесь была, в общем-то, такая же земля. Единственное, что как бы из-за того, что я кладу постоянно сюда навоз, она стала вот такая черная. Она стала вот такая, на мой взгляд, просто замечательная. То есть здесь всякие живности, куча червей, паучков, кто-то тут убегает, мокрицы, кого здесь только нету. Ну и, соответственно, тех, кого мы еще не видим. Сейчас другую розочку покажу, в которой у меня даже осталось видео, как я, в каком количестве я ей положила навоза. Сейчас, пойдем до нее. Вот роза Ханзаланд. Очень старая роза. Ей не 4 года, ей больше 15 лет. Это как раз мамина еще роза, которую она покупала. Это оригинальная роза. Здесь один куст. Здесь немного кустов. Здесь нам получше видно. Вот один кустик. Ну вот, и она у меня вот так вот разросла здесь. Я ее посадила. Там она была, конечно, поменьше. Там была ужасная земля, там было ужасное болото. У меня и на песке, и на навозе явно понравилась. Она очень сильно разрослась. Цвела. Я вставлю фотографии, как она цвела волшебно в этом году. Какая она была шикарная. Это просто одна из моих любимых роз. Это не укрывная роза. Это роза Ругоза Кордес. Вот. И сейчас вот я тоже наставлю видео. И вот я ей клала просто какое-то безумное количество навоза. Я всегда кладу очень много навоза. Вот. И сейчас покажу. Даже видно. Вот она на таком возвышении. Это потому, что все я обкладывала навозом. Здесь все навоз. Вот. Сейчас я вам покажу, что тут вообще происходит. Да. То есть вот. Показывала, сколько навоза было. Вот. Смотрите. Навоза не осталось за все лето. У меня навоз здесь перепрел. Я кладу свежий навоз. Вот червячки у меня. Тут сорняки, к сожалению, здесь у меня не обордюрена она. Вот. И здесь поэтому пыри, конечно, лезет к ней. Да? Вот. Это то, что происходит. Вот здесь уже навоза никакого не осталось. Вот замечательная земля. Вот здесь все в земле. Здесь все уже переработали червяки и всякие микроорганизмы. То есть вот нету, нету у меня никакого навоза здесь. Все. Навоза уже нет. И вот в этой земле она растет. Сейчас другую рожу покажу. Ну и вот, соответственно, да. Вот есть желтенькие листики. На самом деле она сама начинает желтеть потихонечку. Опять же, новых побегов осени у меня нет. То есть это говорит о том, что она не перекормлена. Азота в ней немного. Я ее не укрываю на зиму. Она у меня сохраняется зимой без укрытия. Даже в эту жуткую зиму, которая у нас нынче была. Плюс 6 недель, потом минус 36. И она была без укрытия. Ветер, дождь. Что бы с ней там не было, она все выдерживает. Ну вот сейчас покажу тоже старенькую розу. Которая у меня давно уже сидит на навозе. 4 года у меня на навозе. И у мамы она еще тоже лет 10-12. Жила. То есть ей лет тоже больше 15. Это Амадеус. Свел он просто превосходно в этом году. Прямо свел замечательно. Вообще супер осветение было. А сейчас я показываю, что происходит на 1 сентября. То есть видите, у нее листва чистенькое. Вообще чистые листва. При том, что у меня Амадеус в общем-то повреждался черной пятнестостью. Просто почему я говорю о черной пятнестости? Потому что капролиты, которые выделяют черви, они как раз справляются, они помогают растению справляться со всякими заболеваниями. То есть если раньше еще буквально в первые годы у меня эта роза болела, то она становится все чище и чище. Ну плюс, конечно, сыворотка, я думаю, тоже свое дала. Вот. То есть вот такая розочка. Сейчас другую покажу. Здесь тоже уже, конечно, навоза нет. Я навоз клала, обкладывала, но его уже нет. А, и кстати, еще хотела сказать, что смотрите, побегов молодых нет. Обычно любительница выбросить осенью, уже там, к концу августа, базальный побег. Здесь она мне его уже не выпускает. То есть азота, опять же, получается немного ей. Вот сейчас идут боковые побеги, потому что она только отсвела. Она отсвела практически два месяца. Это так вот отсвела. Теперь такой вот у нее не очень симпатичный вид. Решила в этом году оставить все семенные коробочки. Посмотрим. А здесь у меня вот эта розочка. Роза ландлус. Тоже роза кордес, которую я купила вместе с леди ушелот. И с тайными розами посадила, бабахнула их просто вот в землю. Вот здесь у меня остался, вот видно, да, пласт еще навоза, который не перепрел. Бывают, встречаются такие пласты. Вот. Даже видно, что, да, вот он. Посмотрите, сколько у меня тут червей. То есть когда не переработанный навоз, тут еще вот куча червей. Вот. То есть там уже все перепрело. Вот один пластик остался, ну, потому что он сверху лежал. И он не полностью еще перепрел. Вот. А так все тоже здесь вот. Вот. Смотрите, сколько червей. Видите? Это все черви. Вот. Так что это тоже розочка из стареньких. И тоже она у меня давно растет уже. Цветет прекрасно. Тоже вставлю видео, как она цвела. Это просто, ну, просто супер цветение. В этот раз она у меня цвела даже тоже одной волной. Потому что очень долго, очень обильно. Обычно она вообще у меня не прекращает цветет. Не прекращает цветет. В этом году была у нее просто вот волна одна, но очень долгая. Ну, сейчас она тоже набирает побеги. Я думаю, что она даже еще успеет подцвести. Сейчас расскажу просто все-таки, что же делают черви. Во-первых, капролиты, ну, это то, что, да, выходит из червей, когда они перерабатывают землю. Они содержат вот эти капролиты в 5-11 раз больше азота, фосфора и калия, чем окружающая их почва. Обрабатывают питательные вещества, которые искусственно практически невозможно вывести. Также их капролиты содержат большое количество антибиотиков, там, гормонов роста растений и всякие другие биологически активные вещества. И, кстати, есть данные о том, что растения меньше поражаются вот вредителями и болезнями, то, о чем я сказала, да, если они растут как раз вот на биогумусе с помощью вот этих червей. И, кстати, вот тоже читала, что был такой опыт этмологии в штате Огайо выращивали кукурузу, и половину они на органике выращивали, а половину на химических удобрениях. И потом запустили туда мотылька кукурузного. И когда они стали подсчитывать вот кладки вот этих яиц, то на органике, вот на кукурузе, которая выращена на органике, было 18 раз меньше вот этих кладок. То есть там получается, что в органические почвы вот эти сбалансированные пропорции вот этих минералов и растения, а на химических удобрениях они там разбалансированы как бы. Получается, что там все вот эти простые сахара именно кислоты переходят в крахмалы и белки. Чем и привлекают вот этих всех вредителей. То есть сбалансировать вот эти минерально-химические удобрения на самом деле достаточно сложно. И вообще, я так понимаю, еще вот эта тема, что когда ты начинаешь кормить какими-то химическими удобрениями, то есть ты можешь перекормить чем-то. И когда ты перекармишься, снова нужно доводить до совершенства. То есть тебе нужно снова что-то добавлять, что-то убавлять. То есть получается, с помощью червей в почве все происходит само собой. То есть растение все берет в легкодоступной форме. То есть не может быть переизбытка какого-то элемента, микро или макро. То есть там все сбалансировано получается. Но единственное, что я тоже вот еще прочитала, что вот козьи и кроличьи на воз можно класть свежим. А коровьи, лошадины, свиной, птичьи их надо полупревшим класть. Хотя на мой характер я бы попробовала даже использовать просто сверху, так как мы еще не перекапывать. То есть перекапывать не обязательно, а просто сверху чуть-чуть положить. Я бы посмотрела, что будет. Мне очень было бы интересно на самом деле. Но у меня нет коровьего навоза, у меня есть только козий. Еще от червей получается, вот они покрыты такой слизью. То есть когда они еще ползают внутри земли, то есть от них получается такие ходы остаются. Держится земля, она не опадает. А вода и воздух, то есть, ну соответственно, да, там воздух и скапливается конденсат, вода. А это все нужно для других бактерий, грибков и микроорганизмов. Поэтому получается опять от червей дополнительная такая польза, что они с ними могут жить другие микроорганизмы, которые опять же помогают жить нашим растениям. И кстати еще из капролитов вот эти все питательные вещества высвобождаются постепенно. То есть получается это такое удобрение длительного действия. И кстати, когда я еще что-нибудь искала по поводу червей, я как-то наткнулась на канал. Я сейчас... А, валенки называется. Я оставлю его в описании. Может быть, знаете, детям будет интересно посмотреть вот эти мультики. У нее там короткие такие мультики на всяких разных насекомых. Она очень интересно рассказывает, очень увлекательно. Она очень... У нее много информации, достаточно в короткий период она укладывается. И как-то я наткнулась на вот этот ролик о червяках, когда вот их изучала. Ой, такой потрясающий ролик. Вот если у кого есть возможность есть дети, посмотрите обязательно. Потому что мои дети вообще балдеют от этого канала. Он им очень нравится. Они постоянно просят, чтобы я им поставила с какого-нибудь там насекомым или животным. Вот. Так что оставлю в описании этот канал. На самом деле об этом можно распространяется очень долго. И об этом очень интересно разговаривать. Вообще удивляешься тому, насколько вообще природа, то, что создано от Бога, настолько оно все идеальное, что ничего туда не добавить. Поэтому я и не хочу ничего добавлять туда. И не хочу портить то, что есть. Плюс еще на самом деле химически вот эти все удобрения и то, что вот мы там кормим минералкой вот этой. Это все уходит глубоко в землю. Начинаются проблемы с самой землей, да. Потом начинаются проблемы с водой, потому что это все уходит в грунтовку. И, соответственно, из-за этого тоже получаются все вот эти проблемы. Я и хочу вот это все попробовать. Мне все это очень интересно. Надо все это поэкспериментировать. Еще, кстати, я же в этом году не сказала, что я еще сывороткой обрабатывала розу. Но я вначале их начала обрабатывать от трипсов. Я не собиралась там подкармливать сывороткой. Я в полной версии прыскала этой сывороткой, думая, что я от трипсов сейчас тут всех. Но на самом деле не знаю, помогла сыворотка от трипсов или нет. Но я думаю, что какое-то количество она все-таки подсдержала, потому что она обволакивает листья, тем самым мешая размножаться трипсом. А потом я поняла, что сыворотка это хорошо еще против грибных заболеваний. Начала еще усиленно раз в неделю прыскать сывороткой против грибных заболеваний. А потом я залезла в химический состав этой сыворотки и поняла, что на самом деле помимо от грибных заболеваний и от трипсов, я еще своим розом делаю просто вне корневую подкормку по листу. Потому что в сыворотке есть фосфор, кальций, магний, селен, цинк, медь. Там вообще все-все-все это есть. Калия там предостаточно. То есть получается, каждую неделю я давала подкормку сывороткой. То есть поэтому я думаю, что в общем-то листва еще у роз хорошие именно благодаря этой сыворотке. Я же тоже не всегда держала косы. И то же самое молоко я покупала. Я думаю, что многие те, кто держит коров или кос, они не знают, куда девать эту сыворотку, потому что у них есть молоко, и они из сыворотки ничего не делают. К примеру, я ничего не делаю. Я эту сыворотку раньше отдавала соседям свиней кормить. Но мне стало, когда я услышала, что сыворотку там можно использовать в саду, я решила, что я отдаю свиньям, надо мне самой использовать. И опять же, те, кто держит кого-то, какую-то скотину, у них это все есть, и они не знают, куда это девать, если у них нет там свиней, к примеру. И можно у них опять же купить эту сыворотку. если прямо хочется, просто не в таких количествах больших, как я, там, да, поменьше, это же нужно разбавить все, и опять же, просто поливать. Ну, для себя я вот выбрала такой путь. Кому он интересен, оставайтесь со мной, будем вместе смотреть, как это все будет расти, цвести и пахнуть, или наоборот, это все у меня в итоге зачахнет, но я надеюсь, что все-таки это будет цвести и пахнуть, вот, и буду вам обязательно все показывать. И, кстати, больные растения я из своего сада убираю, то есть я не пытаюсь их вылечить, если есть какое-то больное растение, я пытаюсь от него избавиться, потому что я знаю, что есть сильные, устойчивые к заболеваниям растения, и они вполне себе очень хорошие и замечательные, и зачем я буду держать на своем участке больные растения, которые я должна буду постоянно лечить, там, еще что-то с ними делать, поэтому мне проще от него избавиться, купить себе хорошее, солнышко вышло, прям в глаза светит. Ну, опять же, я никому ничего не советую, просто меня попросили показать, рассказать, как я кормлю растения, вот, я поделилась тем, что делаю я, вот, не более того. Все, всех люблю, всем до свидания.